Скорбить надо? Скорбить не надо, просто копаем. В среднем где-то в городе человек 20 умирает, то и 30, и бывает и больше. Когда вспышки, вот сегодня, в данный момент, всего два тела было в судебном морге. То это, можно сказать, вообще ни о чем. Вспышка бывает, например, когда полнолуние, прям по-серьезному, это начинает суицид, это начинает топиться, начинает выпрыгивать. Ну, это на нашем, как бы, лексиконике, тут парашютисты, водолазы, перед копкой картошки, выкопкой картошки, либо уменьшается, либо, наоборот, увеличивается. Вот сейчас затишье, как раз сейчас вот идет момент, где дня три, четыре, тут, как бы, это... Ну, еще не посадили просто. Да, еще ее не посадили. Константин похоронил несколько тысяч барнаульцев. Недавно его контора отметила юбилей – 10 лет на рынке ритуальных услуг. Чего только не было за эти годы. Кипятком обливали, кидались с топором. Пробиться в эту сферу трудно, большая конкуренция. Поэтому случайных людей в ритуальном бизнесе нет. Новичков часто душат. В Барнауле работает всего четыре крупных организации ритуальных услуг. Когда в деле люди, которые на похоронах собаку съели, начинается дележка клиента. Месть, угрозы, расправы. Вот здесь был натолкан сугроб, чтобы мы не могли пройти сюда. А это было все засыпано трактором. Вот это все было натолканно сверху. Так отомстил ритуальный агент. Отомстил, потому что от его услуг отказались. За день до похорон здесь была подготовлена могила. Когда родственники приехали на кладбище, увидели, что могила засыпана песком. Гроб с покойником несколько часов пролежал на земле, пока не выкопали новую яму. Этот случай произошел зимой. Галина Сергеева тогда хоронила свою сестру, которая последние дни своей жизни лежала в больнице. О ее смерти семья узнала от ритуального агента. Он оставил в дверях записку. Врачи посчитали нужным сообщить о кончине только в похоронную службу. В состоянии шока и горя семья была готова на любые услуги агента. Когда знакомые подсказали, что есть другое похоронное бюро, где расценки намного ниже, посыпались угрозы. Вы не похороните там, в Михайловке. Я все для этого сделаю. Я вам еще устрою. Это был барнаульский агент муниципального предприятия «Специализированная похоронная служба». История быстро разлетелась по соцсетям. Родственники покойницы обратились в полицию. Но ответственность никто не понес. Семья считает, что дело просто замяли. Буквально вчера, сегодня человеку отзвонили с нашим. С 10 часов труп лежал вечера до сегодня, наверное, часов до 11. Представляете, труп лежал на адресе. И просто-напросто ни полиция, никто, ни даже не побеспокоились, что там увезли оттуда или не увезли с адреса. Потому что был вчера муниципальный похоронный агент, которого сказали, что его услуги не нужны. И поэтому у них попали полиция, так как они работают сообща, просто-напросто проигнорировали, не проконтролировали эту ситуацию, что не вызвали спецперевозку, которая должна была перевести человека в морг. У Золовки, значит, случилось, что два агента передрались в доме. Вот представьте, что вы попадете в такую ситуацию, когда вот один с другим столкнутся агентом, а все вылится на семью. Не обращай внимания, разве у них товар, разве они могут аккуратно похоронить, тем более старушку? Мы узнали, что в Барнауле почти за каждой тяжурной частью или больницей закреплен свой похоронный агент. Например, когда пациент умирает, обычная санитарка передает контакты родственников. На своем опыте мы убедились, что информация о смерти человека стоит от 500 рублей. Я работаю с санитаркой в больнице. У нас в реанимации только что скончалась женщина. Ну, родственники пока еще не знают об этом. Будете звонить? Ну, давайте, запишу. Ну, естественно, вы же понимаете, что нужно какое-то вознаграждение за информацию, какой-то процент. 500 рублей? Ну, это везде так. Или больше? Ну, мне вообще сказали, что можно полторы тысячи за это получить. Ну, вообще, вообще нет. Ну, давайте я узнаю этот вопрос. Все данные тогда скидывайте. Там фамилия у меня отчества покойной. Ну, и там адрес, и кардинад, и все, что есть. Вы говорите, что вот вы не сотрудничаете там со скорой помощью, да, с полицией. Но разве у вас никогда не было соблазна такого? Это же так все просто. Ну, не буду кривить душой. Мы в самом начале 2009-го пытались, да, выйти на дежурную часть. И тут получилось так, что через какое-то время мы начали просто сталкиваться с другими похоронными службами на адресах. Прямо в одни двери заходить. И поняли, что просто эти службы, они просто в две стороны. И мы отказались еще в 2009-м году от этой практики. Но есть и хорошие новости. Каждому жителю страны положены свои бесплатные 5 квадратных метров на кладбище. Также законом предусмотрена выплата социального пособия на погребение. В 2019-м году способие составляет 5946 рублей. Этих денег вам хватит на гроб, крест, катафалк, вынастила. А вот навязчивые ритуальные агенты возьмут даже за самые скромные похороны как минимум 30 тысяч рублей. В России нет ответственности за продажу информации о смерти. Но в скором времени медиков и сотрудников полиции начнут наказывать за сотрудничество с похоронными агентами. По крайней мере, это обещает новый закон о погребении. Сейчас он находится на доработке у Минстроя. На сегодняшний день пока никакой ответственности нет. Привлечь можно только непосредственно сотрудников правоохранительных органов за превышение должных полномочий. Как это доказать? Как это доказать? Нужно обращаться в службу собственной безопасности, непосредственно писать заявление. И если сотрудники полиции и прокуратуры начнут заниматься проверкой, то возможно будет результат. Есть практика по Новосибирской области, когда недобросовестного агента и начальника дежурной части, сотрудники службы собственной безопасности взялись по личным. А пока гробовых дел мастера продолжают свой бизнес на костях. Эксперты подсчитали, за год оборот ценевого рынка ритуальных услуг составляет порядка 120 миллиардов рублей. И это только в России. Так стоит ли открывать дверь агенту, которая узнала о смерти человека раньше, чем сам Господь Бог? Из-за одного вот такого звонка, значит, получается, вот нам боль теперь всей семье. Вот уже полгода она не проходит. Ирина Корчагина, Александр Антропов. Специально для телеканала «Толк». Субтитры создавал DimaTorzok